Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Коробочка ТВ. И сегодня обзор почти готовой модели среднего танка Т-34-76 от фирмы «Звезда» в 35-м масштабе. Я практически завершил данную модель. На данном этапе установил металлические гусеницы, с которыми поработал жидкость от «Эмо Мик». Вот таким образом выглядели траки, я добавил в секцию гусеничной ленты. Нужно только ее окрасить будет, так как дополнительный будет такой момент. Также с собачкой смолы окрасил ее под восточноевропейскую овчарку. Надпись «Капитан Никитин П.А.» Это пожелание заказчика, который подарит данную модель, возможно, этому военному человеку. Или бывшему военному, я этого не знаю точно. Смерть немецким оккупантам, вы наблюдаете эту надпись с правого борта башни. Это моя выдумка. Была декадь, я решил ее наклеить. На этой модели я немножко отклонился от своей обычной схемы визеринга. Не стал ушатывать модель масляными точками, маслом расписывать ее. Так как посчитал, что заказчику, возможно, это может не понравиться. Возможно, будет непонятно. Краски использованы AK Interactive из серии Real Color. Мне очень понравилось работать с этими красками. Разбавлял универсальным растворителем Atomic Production. Вы могли видеть его в моих видео, в покрасочных видео. На днях я получу посылку, в которой пришел специальный растворитель для данной линейки красок. Кстати, это единственная краска, которая у меня очень хорошо дуется. Мне очень понравилось. Я покрыл после того, как покрасил модель. Я покрыл ее глянцевым лаком и сделал смывку. Также жижей от MMIK для советского зеленого. Есть такая смывочка. Я использовал ее, ну, сильно не ушатывал модель. Вот поработал, единственное, пигментами. Также пигменты здесь у меня были. Это Abdelung 502 батальон, по-моему. Русская земля. И также вот ZIP макет. Это была глина. Разбавил немножко. Установил антенну. Установил буксирные троса. Там где-то подвязать пришлось. Тросик. Нужно окрашивать вот эту дополнительную секцию траков. Можно собачку чуть-чуть еще подмострячить. Поблескивает. Ну, все равно все буду задувать матовым лаком. Фигурка, в принципе, готова. Кстати, кто-то мне порекомендовал пользоваться темпой на основе ПВА. А для росписи фигурок это будем наконец-то пробовать. Потому что человек посоветовал, опытный в этом деле, можно сказать, миниатюрист. И он сам, ну, так, знаете, без всяких хейта именно посоветовал от души. Большое спасибо. Забыл, как тебя зовут, дружище. Если ты смотришь этот ролик, обязательно прислушивайся к тому совету. И поспрашиваю у нас сейчас появились художественные магазины. Может быть, у нас есть этот кемпера на основе ПВА. И будут применять эту краску. Потому что, ну, как он объяснил, окрасить акриловыми красками можно красиво, да, красиво, но не совсем реалистично. Есть туториал, тоже гайды всякие. Посмотрим, как смешивать их. Как говорится, небоги горшки обжигают. Попробуем. В общем, на чем я становился. Фигурка, в принципе, готова. Ну, тут 90% работы. Остается задуть матовым лаком. И слегка, может быть, нанесу сколой. Загряздел, вроде так, более-менее естественно. Ну, мне вот иногда, когда я вот работал с пигментами, с тигром, помню, мне вот самому не понравилось, как их нанес. А сейчас, ну, в этот раз, ну, старался, чтобы более естественно как бы было. И загрязнил. Вроде как, нормалёк в комментариях напишите. В принципе, ну, что тут ещё добавить? Ну, ничего лишнего. Вот этот 476-43 год. Дорога войны. Ну, заявки не было на это. На диораму. А что из допов здесь? Металлическая антенна. Металлический ствол. Металлические траки. От Мастер Клаб. Очень мне нравится. Уже не первый раз работаю с этими траками. Ну, и, конечно же, посмотрите, насколько они здорово смотрятся реалистично, данные траки. Конечно, цена вопроса, но всё-таки офигенно выглядят. Я вспоминаю, как я делал-то давно. Т-34-76. Мышонка, по-моему, с такой же башней. От Тами. Без никаких дополнений. Просто из коробки собирал. И там были резиновые траки. Сейчас вот даже... Ну, вспоминаю, как смотрелись те траки. Где-то и фотографии у меня остались, конечно. Ну, металлические траки для моделей бронетехники, конечно, шикарные. Так же, как из маляные колеса. Такое видео болтательное получилось немножко. Да. Вы меня простите. Давно я ничего не снимал такого. Для канала очень много было дел. Вот, наконец-то, подходит к финалу чудная модель. Заказуха, так сказать. Вот. Ну, в принципе, постарался. В принципе, сделать в алюминии, как бы так, поменьше. Я-то вообще люблю, знаете же, да, маслом там поработать. Так более художественно все получилось. Вот тут постарался как бы поближе к реализму что-ли сделать. Ну, в комментариях напишите, насколько у меня это все получилось. Ожидайте ролики. Вернемся сейчас к моим уже конкретно проектам. Это будет очень скоро. Славик и Ярик ожидают. Тоже, наверное, зайду на выходных. Заберу материалы снятые. Всем веселого моделирования. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, новые зрители. Если заинтересовала вас тематика. У нас тут, в принципе, видео разные есть. Заходите, смотрите плейлисты. Подписывайтесь на канал Ranger. Еще раз порекомендую. Там я его обновил немножечко. Ссылочку в конце видео сделаю. И на всякие ссылочки, которые в описании к этому видео. То бишь там Instagram, Вконтакте. Там бывают тоже какие-то новые материальчики, которые на YouTube не выкладываю. Еще раз большое спасибо, что остаетесь с каналом. Поддерживайте. До скорых встреч. Поддержи лайком. Ожидайте новых видео. Веселого моделирования, друзья. enza-кểu's оức. Остро Сори. Видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok